Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Сегодня мы видим опять подъем патриотизма у людей, объединение народа. В едином порыве. 12 тысяч анапчан приняли участие в первомайской демонстрации. Народные гуляния продолжались весь день. Сроки соблюдаются. Сдача объекта – декабрь 2018 года. Большое дело для маленьких анапчан. На улице Крымской начинается строительство детского сада на 80 мест. Он готов и служит на благо нашей Родины. Это основной из принципов, по которому идут люди в казачество. К казачьему роду нет переводу. Станица Гостогаевская отметила 156-й день рождения, сохраняя свои главные традиции. Традиционно команды города Анапы – это одни из лучших команд в Российской Федерации по волейболу. Летающие мячи в Анапе. На курорте стартовал первый физкультурно-спортивный фестиваль по волейболу. Около 12 тысяч участников – цветные воздушные шары и флаги. Она повстретила первомай масштабным шествием, которое плавно перетекло в массовые гуляния с участием гостей и жителей города-курорта. В воздухе уже звучали первые нотки лета, щедро приправленные живой музыкой и весенним настроением. Праздничное шествие возглавили глава города-курорта Юрий Поляков и председатель муниципального совета Леонид Кочетов. В первой колонне – председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов, депутаты, почетные граждане, лучшие работники территориального общественного самоуправления. У председателя ТОС поселка Суворов-Черкесский Артема Зайцева настроение весеннее, навеянное уже практически летней погодой. На первомайские демонстрации он начал ходить еще во времена Советского Союза. Дух сохранился. Был период, конечно, немножко начало утихать, такое настроение, да, но сегодня мы видим опять подъем патриотизма у людей, объединение народа. Многие пришли с детьми, те, кто постарше, шли в колоннах школы общеобразовательных, спортивных, художественных. На театральной площади весь спектр спортивных увлечений юных анапчан, начиная от борьбы, заканчивая художественной гимнастикой. В учреждениях культуры занимаются музыкальные и хореографические коллективы, в том числе известные не только в России, но и за рубежом. К этому можно прибавить общественные интересы, добровольческую деятельность, политику, патриотическое направление. Прошлой осенью десятиклассник Владислав Херохин вступил в юнармию, пригласили друзья. Теперь он участвует в спортивных соревнованиях, различных мероприятиях. Настроение отличное, погода хорошая, меня все устраивает и, не знаю, хочется радоваться, плясать и петь. В шествии приняли участие представители городских служб, предприятий. Одно из самых массовых шествий работников санаторно-курортного комплекса. Среди них Анатолий Авилов, музыкальный работник с более чем полувековым стажем. Утро красит снежным светом, стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская страна. Он окончил музыкальное училище в Донецке. С тех пор работает в санатории, собирая вокруг себя отдыхающих, которые любят петь песни. Караоке, конечно, хорошо, но для молодежи, которая рано или поздно взрослеет, баян – это классика. Люди в зрелом возрасте считают, что баян – это вообще неумирающий инструмент. Живая музыка, живой голос, ну, все естественно. Духовой оркестр на летней эстраде – один из непременных атрибутов курорта. Его приходили послушать участники шествия, а также гости. В качестве направления на майские праздники многие выбирают Анапу. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Руслан Душевский. Анапа. Регион. Первомайское шествие завершилось грандиозным флэш-мобом. Сотни участников в буквальном смысле раскрасили площадь в цвета национального флага. На площади юные спортсмены, школьники, добровольцы, молодежь и серебряный возраст. После заключительного аккорда на главной городской сцене начался концерт с участием детских коллективов. Анапа была и остается главной детской здравницей страны. Детство, детство, доброту не зря согрета. Детство, детство, за тысячи людей земля. 1 мая безопасность на улицах города обеспечивали порядка 140 сотрудников Анапского отдела МВД. На усиленный режим были переведены все подразделения полиции. После инструктажа на утреннем разводе правоохранители рассредоточились по центральной части курорта. Помощь в охране правопорядка оказали полсотни казаков, а также народные дружинники. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, казаков и общественников, праздники в Анапе прошли спокойно, правонарушений не допущено. На улице Крымская все готово к строительству детского сада номер 2. Археологические наблюдения на объекте завершены. Завтра специалисты дадут заключение и передадут площадку подрядчику. Котлован под фундамент будущего детского сада исследован. В течение двух недель в Анапе работала группа археологов. Строительство детского садика ведется в зоне границ памятника федерального значения, городище Горгипия и его Некрополь. В данном случае строительные работы, которые ведутся на этой площадке, попали в зону Некрополя, древней Горгипии. Поэтому в соответствии с федеральным законом до начала строительных работ должны быть проведены охранно-спасательные археологические исследования. В данном случае исследования проводятся в форме археологических наблюдений. Мы заканчиваем работы в пятницу к вечеру. После этого мы передаем площадку уже строителям. Чтобы определить подрядчик и социальной стройки, администрация провела аукцион. Договор с Краснодарской компанией уже заключен. Дальше приступает подрядчик к работам, проведенным. Котлован уже готов. И в пятницу уже приступят к вязке арматуры и заливке фундамента. Все сроки соблюдаются. Сдача объекта в декабре 2018 года. Контракт был подписан в апреле этого года, 10 апреля. Подрядчик добросовестный. Я думаю, что он будет строить на совесть. Детский сад получится красивым, уютным. И наши жители города-курорта Анапа скоро смогут отвезти сюда своих детишек. Мощность детского сада планируется 80 мест. На месте снесенного аварийного здания в центре города появится современный детский сад. По завершению строительства управление образования объявит о начале приема малышей. Освободить город от незаконной рекламы. Такую задачу ставит глава Анапы Юрий Поляков. Облик курорта не должны портить с навязчивой рекламной конструкцией плакаты. Все самовольные установки идут под снос. Там, где раньше был коммерческий баннер, теперь будет пешеходная зона. Демонтаж очередной незаконной рекламной конструкции проходит на Нижней набережной. Представителями подрядной организации МБУ Центра развития и оказания курортных услуг осуществляется сегодня демонтаж рекламной конструкции, находящейся в курортной зоне, пешеходной зоне. Впоследствии, то есть количество этого около пяти рекламных конструкций сегодня будет демонтировано. Впоследствии будут организованы клумбы, высажены цветы. На демонтаж одного такого счета уходит порядка 20 минут. Уже составлен план работ по ликвидации незаконных рекламных конструкций. Также будут демонтированы все самовольно установленные навесы, представляющие угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно в ветреную погоду. В первую очередь от подобных конструкций освобождается центральная часть города. Однако подрядчики планируют добраться и до рекламы в самых отдаленных частях Анапы. 1 сентября в Гостогаевской планируют открыть три новых казачьих класса. Об этом сообщил атаман местного казачьего общества в день рождения станицы. В местном Доме культуры был организован праздничный концерт для станичников. Многие получили грамоты и благодарности за добросовестный труд и общественную деятельность. Первой на сцену выходит Надежда Костылева. Она работает садовником в местной администрации. Это благодаря ее стараниям в станичном парке всегда много цветов. В числе награжденных предприниматель, работники социальной сферы и, конечно, казака. А без казаков из станицы не было бы. Все мы хотим, чтобы она цвела, жила, расцветала. Чтобы все мы были здесь счастливы. Чтобы мы жили все одной большой семьей. Чтобы просыпались улыбкой, засыпались улыбкой. Я желаю каждому из вас, себе, нашей станице, счастья и процветания. А в этом году Гастагаевской 156 лет. За это время бывало всякое. Покорничные конфликты и большие войны, революция и гражданская война. Сегодня в реестре станичного общества 241 казак. За минувший год присягу приняли 16 человек. В конце мая на Троицу примут еще семерых. Как и сотни лет назад, дорога в общество открыта для всех. Тогда с Урала и Сибири ехали от произвола заводчиков, а со средней полосы бежали от помещиков. На смену побегам пришли переезды по бытовым соображениям. Но у кого-то предки из казаков, а кто-то в душе казак. Прежде всего мы даем время им привыкнуть к обществу, проявить себя, показать, что за человек. За этот период мы делаем оценку его работы. Если она положительная, то тогда в течение полугода мы принимаем к себе в общество. Откуда бы человек ни приехал, это прежде всего человек патриот. Он патриот своей родины. Он готов и служит на благо нашей родины. Это основной из принципов, по которому идут люди в казачество. Большой приток новых жителей говорит о привлекательности станицы. Здесь есть вся необходимая инфраструктура. Школы, детские сады. Около 80 магазинов, в том числе крупные, сетевые. Каждый год появляется более 100 новых домов. Я считаю, что станичный уклад, именно связанный с казачеством, нет, не теряется. Но новый приток людей, новые свежие силы, я думаю, новое новшество для станицы, это тоже играет очень позитивно. В минувшем году появилась площадка с тренажерами. Идет ремонт дорог, продолжается газификация. Вместе с тем здесь продолжают сохранять традиции. Уже к началу нового учебного года в Гастагаевской откроют еще три казачьих класса. Их станет уже девять. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Летающие мячи прилетели в Анапу. В Витязево стартовал первый физкультурно-спортивный фестиваль «Черноморские ракушки». Он проводится в целях развития волейбола в Анапе и привлечения молодежи к регулярным занятиям этим видом спорта. На торжественном открытии побывали наши корреспонденты. Вот так яркими выступлениями встречают танцевальные коллективы участников первого спортивного фестиваля «Черноморские ракушки». Волейболисты из десяти муниципальных образований Краснодарского края и одна команда из Казахстана прибыли в Анапу, чтобы испытать свои силы в классическом и пляжном волейболе. Анапа – это город волейбола. У нас очень богатые волейбольные традиции. Традиционно команды города Анапы – это одни из лучших команд в Российской Федерации по волейболу. Поэтому сегодня мы проводим этот фестиваль для развития волейбола в нашем городе. Мы рады, что на призыв провести этот фестиваль откликнулись много городов. Прежде всего, конечно, Краснодарского края. Десять команд из Краснодарского края, команда из Казахстана приехала. В общей сложности более двухсот участников у нас сегодня первого нашего фестиваля. Пятнадцать тренеров, судейская коллегия, волонтеры. В общем, это усилия большого количества людей, которые любят волейбол. В соревнованиях участвуют юноши 2006-2007 годов рождения. Воспитанники Анапской спортивной школы номер 10 в числе фаворитов турнира. Ребята тщательно готовились и рассчитывают войти в тройку победителей. Мы рассчитываем, что мы хотя бы займем третье-второе место. Мы готовились очень сильно, упорствовали, тренировались по два часа, не как час тридцать. Старались очень сильно. Думаем, что займем третье-второе место. Чтобы воплотить этот проект в жизнь, была проведена колоссальная работа. В поддержку фестиваля выступили предприниматели, депутаты городского совета, известные спортсмены города. У нас открываются все новые и новые фестивали. Независимо, сегодня у нас волейбол, полярный волейбол, классика. У нас и другие виды спорта включаются активно для того, чтобы детям создать все больше и больше новых условий. И чтобы действительно подрастал у нас спортивный резерв, более качественный. Соревнования продлятся до 7 мая. В этот же день будут объявлены и имена победителей. Руслан Душевский. Анапа. Регион. В Анапе подвели итоги городского первенства под дзюдо памяти героя Советского Союза капитана Дмитрия Калинина. Более ста юных спортсменов сошлись на татаме, чтобы побороться за звание сильнейшего. Лучшие дзюдоисты войдут в состав сборной команды и будут отстаивать честь Анапы на первенстве Краснодарского края. Остап Маханьков в дзюдо уже 5 лет. Он неоднократно занимал призовые места на городских турнирах. На этих соревнованиях в первой же схватке юный спортсмен одержал безоговорочную победу. По словам дзюдоиста, спорт помогает быть ему сильным не только телом, но и духом. Чтобы быть подготовленным, если, например, будет драка на улице, чтобы быть защищенным. Первенство города-курорта – это дань памяти тем, кто освобождал Анапу от немецко-фашистских захватчиков. 75 лет назад капитан Дмитрий Калинин пал в бою, героически защищая свою родину. Те, которые боролись за ваше счастье, которые отдали свои жизни, мы о них не должны никогда забывать. Мы должны помнить, чтобы с поколения в поколение передавалось это все. В городском управлении спорта говорят, одна из приоритетных задач – возвращение соревнованиям статуса всероссийских. В Анапе есть свои мастера спорта и чемпионы международного уровня. Дзюдо у нас развито очень хорошо, потому что у нас действительно есть представители. Спортсмены у нас традиционно, можно сказать, именно в этом виде спорта сильные. Нужно восполнять следующими подрастающими спортсменами, чтобы и в дальнейшем мы могли держать эту позицию как в крае, так и в России. Победители отбирали по олимпийской системе. Лучшие дзюдоисты получили грамоты и медали, а также путевки на краевые и всероссийские состязания. В числе первых на самом высоком колесе обозрения Анапы прокатились дети из приемных семей. Насладиться видами города с высоты птичьего полета они смогли абсолютно бесплатно по специальным пригласительным билетам. Благотворительную акцию руководство детского парка «Книга джунглей» организовало по случаю открытия аттракциона. В этот день любой посетитель мог прокатиться на смотровом колесе по сниженной цене. Какие эмоции испытали Анапчане на высоте 70 метров, узнали наши корреспонденты. Высоты не побоялись даже маленькие дети. Кабинки полузакрытого типа, комфортные и безопасные. Семья Хлычевых пришла на открытие в полном составе. По их словам, виды города завораживают. Среднее время полного оборота колеса – 15 минут. Однако воспоминания о такой поездке останутся на долгие годы. Прекрасный вид. Большую часть Анапы мы видим, наблюдаем. Даже как житель Анапы, интересно посмотреть с высоты птичьего полета. Все замечательно. Просто неописуемое. Просто класс. Как на диване сидим и любуемся. В первых рядах прокатиться на аттракционе совершенно бесплатно смогли дети из приемных семей. Всего за праздничные дни колесо обозрения бесплатно посетили порядка 500 ребят. Владельцы аттракциона намерены сделать благотворительную акцию регулярной. Есть категории детей, которые нуждаются в особой заботе государства. И они должны быть счастливы в нашем городе. Потому что Анапа – это город детства, город, который встречает детей со всех концов страны, и за рубежа в том числе. И это здорово, когда бизнес является социально ответственным и не забывает об этом. Казалось бы, мелочь. Просто пригласительные билеты. Но это огромное счастье для детей, ну и помощь их родителям. Поэтому пусть больше будет аттракционов, и пусть будет больше добрых, открытых сердец, которые готовы помогать нашим анапским детям. В день открытия на 70-метровом колесе обозрения прокатились несколько тысяч человек. На протяжении всего курортного сезона оно будет работать с 10 утра и до полуночи, без выходных. Однако в руководстве парка не исключают, что аттракцион будут запускать и в межсезонье. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Далее о погоде на завтра. Партнер прогноза погоды – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пламбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 4 мая в Анапе ожидается переменная облачность. Вечером возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше ноля. Ветер переменный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 14 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Анапа, Самбурово, 254.